добрый день дорогие друзья вы на канале питомника марине стик в ю тубе сегодня 27 июля 2019 года и как я вам и обещала сегодня я буду опубликовывать видео на тему супер мини мини и мелкий стандарт породе чихуа и тема это очень длинная попытаюсь немножко побыстрее конечно ответить на все ваши вопросы часто поступающие мне в личные сообщения и на примере моих собачек щеночков которые сейчас есть моем питомнике на продажу открыто для резервирования попытаюсь показать о чем я говорю начнем с того что стандарт породы чихуа это как всегда я попытаюсь с вами быть предельно максимально откровенной это раз и во вторых попытаюсь привести примеры из своей жизни потому что все остальное вы сможете прочитать в интернете вот так себя ведет моя красавица фортуна эта девочка которая оставлена в нашем питомнике это девочка стандартного надеюсь вырастет размера почему я говорю надеюсь потому что вес в этой породе очень непредсказуем и заводчик продавая щенка которых вы видите с самого рождения практически своими глазами на моих видео никогда не может вам гарантировать окончательный вес взрослой собаки мы можем предсказать но это все очень предположительно и в нашем питомнике живет мальчик которого все хорошо знаете подписчики нашего канала которого зовут марий мистик арман троял престиж наш масик производитель нашего питомника ему уже скоро пять лет в ноябре 2019 он папа многих детей живет производит деток но это не гарантирует ему счастливой здоровой жизни в компании стандартных пород собак ну вот не стандартных пород это я оговорилась с собачками стандартного веса и размера вот ответ на вопрос покупателя можно ли завести супер мини чихуафиону к девочке двух с половиной лет весом два с половиной килограмма теоретически конечно можно до определенного времени не стерилизованная девочка может повестись а непредсказуемо в момент течки и проявить агрессию к супер мини супер мини погибнет сразу значит вот опять таки я сейчас выражаю теми фразами чтоб вам было понятно потому что задаете вы мне вопросы именно такого плана как вы читаете в интернете как вы понимаете на самом деле если вы просто прочитаете в интернете стандарт породы чихуахуа там нет таких слов супер мини стандарт мелкий стандарт мини и вы часто задаете мне вопросы на эту тему что же такое супер мини мини мелкий стандарт и стандарт трактуйте вы его как хотите это наверное кому как удобно также мне отвечают мои покупатели когда они мне задают эти вопросы я им задаю ответный вопрос а что для вас собака мини во взрослом возрасте многие отвечают эта собака в районе 2 килограмма все дело в том что действительно по стандарту этой породы вес собаки во взрослом возрасте этой породы был описан когда я приобретала эту собаку породу первый раз 15 лет уже прошло там было написано от 500 грамм до 3 килограмм вес этой породы и весь ужас состоит в том что покупатели на сегодняшний день реально спрашивают у меня щенка вы можете нам продать щенка который во взрослом возрасте весить будет 500 грамм на что я им отвечаю дорогие друзья все дело в том что собачку взрослую весом 500 грамм можно найти только в книге рекордов гиннеса и вам не составит труда открыть интернет прочитать книгу рекордов гиннеса и все что с этим связано самое ужасное что люди начинают спорить люди начинают говорить что я какая-то неправильная говорю какие-то неправильные вещи что-то я тут пытаюсь выкрутить наверное потому что у меня просто нет в продаже щенка такого вот я из вредности начинаем говорить какую-то неправду ваше право каждый человек в нашей стране имеет право думать как он хочет и поступать как он хочет по практике своей скажут так у меня в доме живет мальчик который весит полтора килограмма родился он 180 грамм роза развивался он совершенно нормально после 2 прививки с бешенством рост его резко остановился в возрасте 3 месяца мой кабель масик которого подписчики моего канала все знают а гости моего канала могут посмотреть плейлистах мари мести карман троел престиж весел три месяца кило 350 мы рассчитывали что масик вырастет стандартного размера сделали ему вторую прививку как положено по возрасту после чего просто развитие этого щенка остановились и до сих пор этот парень весит полтора килограмма силу того что он вяжется и производят здоровых детей и тут недавно у нас были неприятности собачка нашего питомника тоже его покалечила прямо скажем масик лежал у нас в реанимации у меня очень такая толстенькая папочка с обследованиями нашего пёсика масика пёс здоров во всех отношениях он не гидроцефал как многие тут считают если у собаки чихуа высокий лоб они как у их дворняжки то значит пёс гидроцефал комментировать мнение совсем уж тут людей с улицы которые ничего не понимают о породе и судят они только потому что они видят во дворе я не стану люди здравомыслящие прекрасно понимают о чем я говорю в данный момент я хотела сказать о том что собачка породы чихуа супер мини меньше килограмма во первых редко рождаются такие щенки во вторых естественно требуют определенного ухода и внимания и постоянного обследования у ветврача и никогда в жизни я не могу сказать что я такого щенка продам всем кому нравятся маленькие собачки потому что они нравятся и готовы они заплатить мне за это деньги опять таки я такую собачку не продам в компанию к собачке два с половиной килограмма есть фиона наша слева тут шлепает но здесь играла у меня ее сестра которая вырастет до полутора вот эта малышка уилсе белолиловая она вырастет до двух вот эта малышка уитни она вырастет до двух и уже каждый человек для себя немножко может решить сам что ему надо всю жизнь надо обследовать маленькую малышку фиону всю жизнь надо наблюдать за ее здоровьем делать анализы хватит у вас на это денег или не хватит ваше право всю жизнь ее надо оберегать она всегда останется таким крошечным щенком живут я не могу сказать что они не живут они живут они живут и есть такие собственно говоря и в комментариях мне люди писали и по 14 лет живут супер менее а мы говорим сейчас вот акцент ставим на супер менее все зависит скорее всего на мой взгляд от внимательного отношения человека заводчика и его напрямую финансового состояния потому что на сегодняшний день прекрасно вы понимаете сколько все стоит эти удовольствия бесконечное обследование а потом еще и лечение при необходимости поэтому малышка фиона продается только в очень опытные ручки ее сестра которая вырастет до полутора килограмм также продается дорого в опытные ручки там не надо уже так много всего как супер менее по поведению вы сами видите что от размера поведения меняются они все активные они бодрые и веселые но по практике могу сказать только одно стандартик всегда лучше чем любой мини супер менее мелкий стандартик миллион раз писала ответы на комментарии в личные сообщения почему вы хотите завести именно мини или супер менее вот с ним легче летать вот мне надо путешествовать ну и 300 раз отвечала о том что средний вес человека 50 килограмм представьте себе эту кроху которая весит до килограмма или килограмм или то полутора килограмм для нее взлет и посадка какая о чем речь идет вы заводите себе игрушку с которой вам приятно вот вы знаете вот если честно за последнее время очень много накипело действительно говорю всегда от сердца действительно стараюсь ничего не скрывать не преувеличивать имея в доме щенков на продажу любой продавец вам скажет да конечно бери это эксклюзив это супер-пупер я же стараюсь вам всегда честно говорить в глаза все что есть все страхи все риски возможно с вашей личной собачкой с этим конкретным щенков ничего такого в жизни не произойдет но тем не менее вы должны отдавать себе отчет своих действиях и взрослый человек прийти заплатить денег купите пойти угробить эту собачку да проще простого две секунды даже стандартного размера еще такой моментик вот спрашивали на днях девочку вот эту которая у меня тут прыгает она у вас под разведение нет мелкие собачки не рожают мне звонят как владельца питомнику который есть несколько капилей племенных и да мы иногда оказываем такие услуги как мы можем повязать вашу девочку за ваши деньги но все дело в том что очень часто приходится отказывать этим как бы желающим прийти к навязку к нашим мальчикам по причине того что у них кило двести весит собачка но они будут ее вязать потому что они уже вязали просто у них суд не случилось так что щенков не получилось а в этот раз они ее повяжут и у них точно родятся супер миники на которых они заработают бешеные деньги мне как заводчику противно неприятно общаться с больными на голову людьми но приходится ежедневно это делать поэтому я делаю это видео мне тоже надоело это все читать отвечать по телефону вы можете видеть своими глазами что такое стандартного размера собака мелкий стандарт мини и супер мини на данном видео представлены собачки разного размера продаваться они будут только в очень ответственные руки все щенки любого размера из моего питомника будут продаваться только в ответственные руки адекватным людям и щенки моего питомника никогда не будут стоить 10-15 тысяч рублей если недостаточно наглядно вы увидели разницу в размере этих собачек не очень вам понятно что как и почему читайте пожалуйста в интернете масса отзывов вы можете посмотреть на поведение этих щенков в одном и том же возрасте разница у них возрасте совсем небольшая а фортуна она однопометница фионы и голубоподпалой девочки одно могу сказать точно собака этой породы любого размера далеко не игрушка и вот так заводить из-за удобства не легче уносить на руках собака хрупкая собака карликовая карликовая порода собаки уже подразумевает под собой не совсем крепкое здоровье поэтому развлекаться как с удобной вам неприятно мне вот сейчас вот хочется корректно выразиться что мне неприятно что многие люди подходят к вопросу покупки животного как потребители как будто это не живое существо а какая-то вещь я захотел я имею деньги я купил а дальше она тявкает меня это раздражает она писает она как это на погрызла и понеслось масса претензий из-за которых люди бывают и усыпляют собака избавляются от собак и мне пишут а что же вы мне продали такого невоспитанного щенка в два с половиной месяца он же писает у меня по всей квартире чуя ему тут не объяснял он продолжает писать как взрослому дяде объяснить что он маленький ребенок понятия не имею мне ежедневно приходится сталкиваться с массой людей которые задают кучу вот таких вот вопросов которые устаешь на них отвечать поэтому хотелось бы сделать вот это видео не знаю насколько оно получилось корректным грамотным повторю только одно супер мини мини не продаем всем я просто я хочу купить собаку маленького размера они там помещаются в стаканчик это такая порода собаки которая должна вырастить и помещаться в стаканчик а мы видели это в интернете мы читали и начинают спорить и доказывать слава богу что есть такие разумные адекватные которые после того как я напишу да почитайте вы хоть отзывы в интернете чего как почитают еще напишут скажет спасибо а ведь миллион просто угробит это маленькое беззащитное хрупкое существо давайте на этом я буду заканчивать это видео постараюсь не реагировать на таких покупателей и повторяю мои щенки да не продаются в разведении и да уже отвечала и дело отдельное видео на эту тему тем не менее поступают вопросы а почему вы не продаете для разведения не хочу люблю я их как я это сделаю это мои проблемы поэтому кто не подписан на наш канал приглашаем подписаться если вам интересно посмотреть как будут расти и развиваться эти малыши как подрастет супер мини мини мелкий стандарт как они изменятся а также у нашего питомника есть аккаунт в инстаграм в котором ежедневно выход свежие видео о жизни наших питомцев смешные фото опубликовываю кто подписан на наш канал оставайтесь с нами всего доброго и до новых встреч на канале питомника мари мистик здоровья вам и вашим питомцам